Увидеть, как цветет сакура и познакомиться с культурой древней Японии теперь можно и в Челябинске. Музей искусств представил уникальную выставку фотографий. Причем все работы челябинцам предлагается выкупить на аукционе 18 мая. Деньги, собранные во время благотворительной акции, организаторы намерены отправить в посольство Японии для оказания помощи пострадавшим от землетрясения. Коллекция фотографий удивительно точно открывает зрителю культуру загадочной Японии. Здесь можно увидеть древние буддийские храмы, цветущие вишневые сады и изысканные пейзажи японских городов. На выставку можно попасть бесплатно. Организаторы лишь предлагают внести посильную помощь для японских переселенцев, пострадавших от цунами. Здорово увидеть глазами японцев. Эта выставка уникальна тем, что это же японские фотографы. Они показывают свое видение своей страны. Организаторы благотворительной акции представили посетителям уникальный спектакль, построенный на игре света и тени. Древняя японская легенда рассказывает о священной горе Фудзияма, целебный источник которой исцеляет вымирающую деревню. Известно, что театр теней возник в культуре Японии и Китая более двух тысяч лет назад. Нет, мама, вы не понимаете. Я вижу пятна красные и на руках, и на лице. О, что делать нам? Вы заболели. Зеневой театр возник вообще в Древнем Китае, на Древнем Востоке, более двух тысяч лет назад. Это один из первых театров вообще в истории человечества. Отчасти это был замена кинематографа, так сказать. А потом он развивался только на Востоке, сейчас перешел в Европу. Но в России, к сожалению, он не популярен совершенно. 18 мая в стенах Челябинского музея искусств пройдет аукцион, на котором всем ценителям японской культуры будет предложено выкупить уникальные фотоработы в домашнюю коллекцию. Стартовая цена одного снимка – 100 рублей. Все собранные деньги организаторы благотворительной акции намерены перечислить в посольство Японии в Москве. Идея проекта «Хрупкая красота Японии» – сделать эти фотографии достоянием как можно большего количества людей. Это не попытка продать фотографии как можно дороже, а попытка продать фотографии как можно большему количеству людей. И все средства пойдут как раз на благотворительный фонд посольства Японии. Подобные акции сейчас проходят по всей России. Посольство Японии принимает любую, даже самую малую, помощь от людей для поддержки пострадавших от землетрясения и цунами в марте 2011 года. Рев моторов, крутые повороты и ювелирная точность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова